Эмоции психотерапии Мы будем погружаться подробно в регуляцию эмоций, почему это важно и какие возможности для этого предлагает современное достижение психотерапии. Николь является практикующим специалистом, она опирается на психодинамический подход, однако сферы ее интересов довольно широки. Касается нейроисследований, связи нервной системы, возможности баланса, теорию привязанности. И вот эти все материалы можно смотреть на нашем сайте. На курсе также можно будет работать интервизорская группа. Спасибо, что пригласили меня сегодня. И план сегодня такой. Мы с вами упомянем три семинара, которые будут входить в курс, посвященный к урегуляции эмоций, затем вопросы. И познакомимся с Анной, которая будет вести интервизорские группы на курсе. А что такое эмоции? Что мы имеем в виду, когда мы регулируем эмоции? Это все вопросы, на которые мы будем отвечать в течение всего курса. Первое, о чем стоит сказать, это траектория развития человека, от внутриутробного развития до первого крика при рождении. Это первые слова ребенка, с каким нетерпением ждем этого крика, а потом, возможно, в течение всей жизни не даем волю слезам. Контистные эмоции – это тоже очень важно. И затем подумаем, почему и каким образом одни эмоции становятся желателем для человека, для семьи, в более широком сообществе и социуме. Возможно, эти эмоции вы поместили сначала на одну руку, когда выполняли упражнение. И другие эмоции кажутся негативными, их демонизируют. И как это интернализирует человек в терапевтическом пространстве? Также стоит подумать о влиянии среды на эмоции, еда, питание, сон, периоды жизненного цикла, такие как беременность, напауза, старение. Как все эти факторы, а также отношения со значенными людьми, влияют на эмоциональный опыт и способность интернализировать эмоции для саморегуляции? И главный вопрос – если эмоции по-настоящему делают нас людьми, и они – это наша способность связываться с другими людьми, эта способность развивается через эмоциональную жизнь, зачем тогда эмоциям нужна регуляция? И почему тогда неспособность регулировать эмоции и дисрегуляции приводит к психическим расстройствам, психическим диагнозам, эмоциональным расстройствам, эмоциональным сложностям? И об этом мы также поговорим на курсе. И это приводит нас к вопросу, кто регулирует эмоции? Сам человек, его семья, общество? Об этом стоит подумать в контексте траектории развития, отношения с другим, контейнирование, сыностройка. Необходимость коррегуляции ребенок сам не может ничего регулировать. Ему нужен заботливый взрослый, чтобы укрыть и согреть, накормить, принять эмоциональное состояние, переварить и вернуть, чтобы утешить, прежде чем ребенок научится интернализировать этот опыт и регулировать себя. Подумаем, что происходит, когда ребенок ожидает, не проявляет эмоции и считается, что он сам может себя регулировать и успокоиться. Это можно встретить в послании «Оставьте ребенка, чтобы он сам успокоился». Откуда возникла эта идея и разве она соответствует тому периоду, когда развитие только начинается? Вспомним некоторые виды практик, которые стали популярными и акцентируются в тот или иной период. Они говорят о более широкой системе, о семье, сообществе, мире, в котором мы живем. Например, такие, которые позволяют ребенку плакать и не утешать его, пока он сам не уснет. Или тайм-аут. В более зрелом возрасте ребенок должен сидеть на стуле какое-то время спокойно. И эти практики повествуют нам о том, что считает наша система эмоциями и то влияние, которое она оказывает на траекторию их развития. Мы будем говорить о контингенциальной сонастройке в отношениях ранней привязанности, способности кормильца чувствовать и быть эмоционально связанным со своим эмоциональным состоянием, состоянием ребенка. Как происходит эта взаимная подключка, этот своеобразный танец кормильца и ребенка? Ведь эмоции ребенка находятся за пределами осознанности, за пределами слов, довербальный период, прежде чем он может об этом что-то сказать. И также мы будем говорить о прерывании и починке эмоциональной подключки. Когда происходит эта нестыковка эмоций? Где происходит несовпадение и начало саморегуляции? В этом смысле прерывание также важно, как и починка в эмоциональной жизни ребенка и кормильца. Как мы можем обеспечить все это в терапии, если это довербальный опыт, за пределами осознанности? И если эмоциональная подстройка, эко-регуляция не происходила, тогда вряд ли клиент будет способен говорить об этом в терапии. Как нам приблизиться к этому опыту в терапевтическом пространстве? Как нам стать фигурой, дающей второй шанс? Шанс коррегулировать с другим? В чем заключается наша главная роль как терапевта? Я не знаю, как в России, но в Великобритании много пишут о ментализации, как подходе, дающем возможность представить себя в роли другого с точки зрения мыслей, думать так, как другой человек. И говорят также о ментализации сердца, способности к эмпатии и представлению о том, что человек может чувствовать, и даже, возможно, почувствовать чувство другого. Что происходит, когда эта способность очень развита, и человек может глубоко чувствовать, включая переживания окружающих? Или он ощущается как отсутствующий, и сам не осознает эмоциональных связей с другими? И как мы можем исследовать все это в ощущениях и поддерживать в терапии? Эта идея прерывания и починки отсылает нас к опыту ранних отношений, если происходит несовпадение. Например, ребенок чувствует радость, и радость подходит к родителю, встречается с отвращением, игнорированием или чем-то еще, что не соответствует его радости. Тогда происходит прерывание. Ребенок чувствует стыд, оставленность, непонятость, и он остается с этим чувством. Это для него очень сложно, поскольку у него еще нет способности к саморегуляции. И если родитель заметил это несоответствие, обнял его, утешил, то произошла починка. Отношения восстановились, и эмоциональная подстройка снова заработала. Вот это и есть починка. Это происходит множество раз, как часть достаточного хорошества родительства. Замечать прерывания и выполнять их починку. Важное понятие – это контингенциальная самостройка. Это способность родителя замечать свои эмоции, признавать их и выражать так, чтобы утешить ребенка в данный момент. В зависимости от ситуации, это может быть объятие, в другое время добрые слова, пение вместе или покачивание ребенка. Это ситуативный отклик на эмоциональное взаимодействие. Это главный ключ. Также очень важно отметить системное влияние. Эмоции не принадлежат только ребенку или родителям. Влияния могут быть различные. Психические расстройства, насилие, сложные жизненные ситуации. Как мы знаем, главная предпосылка формирования стиля привязанности – это стиль привязанности, который сформирован у родителя со своим родителем. То есть это трансгенерационный опыт и исследование трансгенерационных аспектов, аффектов, благодаря доступным способам терапии, например, таких как гинограмма. И то, как и насколько чутко мы будем работать с этим материалом. Важно учитывать нарративы, которые человек формулирует о своем расстройстве, будь то расстройство пищевого поведения или биполярное расстройство. И подумать об этом с точки зрения эмоциональной регуляции, как попытки привести в порядок чувства, которые он переживает, как затапливающие, или несвязанные, как травматичные. И в силу этого они отчаянно ищут способы приведения их в порядок, чтобы регулировать с помощью тех ресурсов, которыми они располагают. Можно использовать любое из этих выражений и нарративов как попытку осуществлять эмоциональную регуляцию. В длительной перспективе это не работает, но в краткосрочной это служило им помощью, и нужно признать это в терапии, поздравить с тем, что клиент пытался найти свой путь и попытаться искать его вместе. Так что стоит заметить, как найденное решение становится проблемой. Например, человек отчаянно ищет способы успокоить себя и снизить эмоциональный фон. И он нашел этот способ их не чувствовать с помощью наркотиков, еды и до чего угодно. Это помогло ему на короткий период и снова возвращается. Тогда решение само становится сложностью. И полезно подумать вместе, что будет для него поддержка длительной перспективы для эмоциональной регуляции. Мы рассмотрим эту идею с точки зрения работы нервной системы и поливагальной теории. Что происходит, когда первая линия защиты недоступна? То есть это связь с другим и коррегуляция. Или коррегуляция переживается как опасно, пугающее, когда человек должен защитить себя от того, с кем он должен быть в отношениях. Тогда активируются вторая и третья линии защиты. Воспуждается симпатическая ветвь нервной системы. И происходит сильный эмоциональный отклик, возникает состояние тревоги. При переходе к третьей линии защиты и при активации доросально-вагусной системы, человек о немевает, происходит отрезание от эмоций, отсутствует интерцептивная осознанность. В этом состоянии с клиентом можно только оставаться какое-то время с теми интерцептивными сигналами, если они есть, переживанием эмоций и аффектов. И об этом, о третьей линии защиты, мы подробно поговорим на семинаре. И в завершение поговорим о функции правого-левого полушария головного мозга. И в особенности практики, практиках, которые соединяют левое и правое полушария, активизируют мозолистое тело. В правом полушарии содержится довербальный эмоциональный опыт, и в левом полушарии формируется нарратив. И через истории в словах об этом можно рассказать. Мы обсудим, как поддерживать их связь в терапии. И перед тем, как мы закончим, перейдем к вопросам рефлексии, представлю обзор трех модулей. На первой сессии мы поговорим о трактории развития эмоций и коррегуляции. Вторая сессия будет посвящена переходу от коррегуляции к саморегуляции. И на третьей, последней сессии она будет про танец, потому что человек способен на коррегуляцию и саморегуляцию, когда это необходимо. И мы уделим особое внимание стратегиям коррегуляции и саморегуляции, как мы можем поддерживать клиентов в этом танце между этими двумя возможностями. Действительно сложные вещи. Николь дает очень подробно и легко понять. Спасибо. И я хочу представить, Анна, вы здесь? Дайте знать. Да, вот я тут. Да, здравствуйте, Анна. На прошлом году мы говорили также о сложных вещах, о работе сенсорной системы и провели курсы вместе с Николь. Анна, расскажите, что мы делали на интервизорской группе, как вам это помогло в практике? Я буду сказать goodbye. Да, спасибо, Николь. Спасибо. Добрый вечер, коллеги. Добрый вечер. Да, у нас в прошлом году случился такой опыт между семинарами, Николь, и потом по окончании всего цикла еще несколько месяцев проходили такие встречи. Они были примерно два раза в месяц, по часу всего онлайн. И это такие очень коллегиальное пространство, на котором мы обсуждали ту информацию, которая прозвучала на семинарах Николь, разбирали вопросы, обсуждали, кто как понял, причем была возможность какие-то вопросы адресовать Николь прямо через Галину и затем получить ответ на какой-то из следующих встреч. Кроме того, мы делились опытом, как эта информация используется в работе с клиентами, и была возможность на нескольких встречах, так мы делали, мы разбирали случаи и старались посмотреть на то, что происходит через призму вот именно той информации, которая была получена от Николь. Встречи мультимодальные, люди, специалисты из разных направлений, но за счет того, что мы были объединены вот этим пространством, да, вот в ауре, так скажем, созданной Николь и в этом коллегиальном пространстве, созданном и поддерживаемом Галиной, ну, в общем, это было довольно продуктивно, вот, и сейчас, я так понимаю, предполагается снова примерно такой же режим работы, я благодарна за приглашение, за продолжение сотрудничества, ну, вот. Спасибо, Анна, что немного рассказали о нашей, так сказать, закулисной работе, что происходит на курсе, действительно, мы стараемся сделать наш курс и ту теорию, которую мы получаем практическим, потому что мы столкнулись с тем, что не все знакомы, скажем, с базами, основанными теории привязанности, поливагальной теории и многое, то, что дается в теории, уже опирается на какие-то вещи, все это мы в интервизорской группе на наших встречах разбираем с точки зрения как теория ложится на практику. Мы получали много откликов. Вот. Благодарю всех, кто присутствовал. Благодарю всех, кто присутствовал на этой лекции. Мы вас всех приглашаем на курс, по которому будет посвящен эмоциональному регулированию. Уверены, что будет интересно, что вы многое действительно возьмете в практику. до встречи на курсе. Продолжение следует... Продолжение следует...